Офисный адаптивный тип, строительный, да, кассирный, ученые, сидящие на стульчике, ну и все-таки максимально шаровидные. Широкий нос, толстые губы, наступающие челюсти, очень вытянутые пропорции тела. Это базовая версия, в которой мы, в принципе, приспособлены жить. Иначе бы я тут в трех слоях шкурок не сидел. Чукчейский мозг – это образец, идеал. То есть это человек-пичка. Весь организм заточен под экономию кислорода. Это патология. Нам положено жить в тропиках, но это тоже патология. Пить воду – это горячо как-то, да, а вот снег есть – это нормально. Рекомендую, можете проверять. И снова здрасте, и снова программа «Человек разумный». Ее нововедущий Дробышевский Станислав Владимирович Антрополог. Осталось быть, занимающийся изменчивостью человека. А изменчивость бывает разная. И бывает изменчивость врожденная, а бывает приобретенная. А через это, собственно, возникают разные варианты приспособленности человека к среде. И тут следует различать две большие вещи, которые тесно переплетены, но не строго одно и то же. Есть адаптация, а есть акклиматизация. Часто это смешивают, спутуют и называют просто тупо адаптацией. Но это не совсем верно. Потому что адаптация – это приспособление к окружающей среде, имеющее генетическую основу и возникшее в результате естественного отбора в ряду многих поколений. Акклиматизация – это тоже приспособление к условиям окружающей среды, но сиюминутное, возникающее в течение жизни конкретного индивида без изменения генома. Ну, естественно, с работы этого самого генома. Но это такая вот настройка работы генов под сиюминутные условия, не передающееся в следующее поколение. При этом адаптация и акклиматизация, тем не менее, тесно связаны. Потому что адаптация – это фактически потенциал, что может реализоваться. То, что вот нам предки оставили в наследство. То, что может поменяться. Акклиматизация – это тесно-минутная текущая реализация этого потенциала. Ну, допустим, предки задали мне возможность загореть от такого-то момента до такого-то момента. То есть вот в таком-то диапазоне. От белости кожи до некоторой смуклости кожи. Если я сижу в темноте где-нибудь, я не загораю, я бледный. Если я вылез на солнышко, я загораю. Но я не могу загореть больше определенного. И самый мой какой-нибудь там ядреный загар, хоть я там буду все лето печься где-нибудь на пляже, все равно не достигнет, скорее всего, минимальных значений для негроидной расы. А у негроидной расы есть свой диапазон. Кстати, он шире. Вообще-то тоже от некоторой степени бледности, но все равно это будет сильно более темное, чем я могу достичь, до какой-то уж совсем мощной черности, до которой мне не достичь уже в принципе никогда. Некоторые признаки очень слабо подвержены вот этим изменениям. Ну, например, там количество рук и ног. Тут как бы акклиматизация практически невозможна. Ну, а если у нас там рук и ног становятся меньше, то это патология. Ну, врожденно, может быть, даже и больше, но это тоже патология. И семиминутно оно не меняется. Вот загар кожи, он сильно гуляет туда-сюда. Какие-то вещи, они меняются не под влиянием среды как таковой, а всего нашего поведения. Ну, там, не знаю, длина бороды, например. И все эти вещи надо различать, понятное дело. Ну, и при этом вот эти самые адаптационные возможности у людей довольно-таки неодинаковые. Как индивидуально, так и в компуляционном масштабе. Возникали они, понятное дело, под конкретные условия среды. Тут всегда стоит тоже помнить, что среда прошлая и среда современная – это не совсем одно и то же. А отбор не идет моментально. То есть он все-таки занимает довольно большой промежуток времени. Поэтому в любой конкретный момент времени, любое современное существо, ну и человек в том числе, адаптирован, строго говоря, ко вчерашним условиям среды. То есть мы неплохо адаптированы к условиям, которым жили наши предки тысячу лет назад, пять тысяч лет назад, может, там, десять тысяч лет назад. Но те условия, в которых мы сейчас живем, к этому адаптация возникнет еще спустя пять тысяч лет. Ну, может, там поменьше. Ну, мы надеемся, что мы такие бурно эволюционирующие. Но вообще, честно говоря, вопрос. Потому что от поколения к поколению, как правило, изменения очень небольшие. Человек вот этому естественному отбору подвержен так себе, как бы не слишком сильно. Но чем древнее мы смотрим вокруг времен, тем больше мы это видим. И у всяких там австралопитеков, ранних хомо-экхимпетикантропов этот самый отбор шел в полный рост. Прям вообще здорово. И во времени мы видим изменения морфотипа. Ну, к сожалению, мы видим далеко не все, а только скелеты, очевидным образом. Но тем не менее видим. Если начать уже с прямоходящих, первые австралопитеки, грацильные австралопитеки, были очень коротконогими, с длинными руками и с довольно широким корпусом. То есть, это адаптация уже более-менее саванная, как бы, да, они прямоходящие. Но все-таки еще с таким хорошим-хорошим налетом древесности. Сохраняется более ранняя адаптация. Хотя сами они уже живут немножечко в других условиях. А условия-то, причем тоже, это не совсем еще травяная саванна, это скорее буш такие, густые заросли. Ну, низкорослые какие-то деревья, что-то такое. А к этим условиям они уже успели приспособиться, когда условия уже поменялись. Как обычно, условия-то быстрее меняются. На уровне ранних хомо, у которых, в принципе, пропорции тела примерно те же самые, но все-таки древесных адаптаций в руке заметно меньше. А еще, чуток попозже, на уровне хомоэргастеров, каких-нибудь людей работающих, возникает уже полноценная адаптация к открытой саванне, которая тоже появилась чуть раньше, но адаптация доехала чуть попозже, примерно ко времени полутора миллионов лет назад. И это уже очень длинные ноги, и узкое телосложение, и высокий рост. То есть, если австралопитеки ранние хомо были от метра до полутора ростом, то и хомоэргастеры оказываются уже метр шестьдесят, метр семьдесят, а то даже и выше. И у них уже узкие плечи, длинные ноги, сравнительно укороченные руки, ну, такие же, как у нас, на самом деле, ну, укороченные по сравнению с более ранними версиями, и при этом очень большой живот. Вот это их от нас отличало. Очень широкий таз, очень расширенная вниз грудная клетка, ну, то есть это очень заметно большой животик. Потому что огня они еще не использовали, или, по крайней мере, крайне редко, но уж точно от него не зависели, еду не готовили, и переваривали все собственным своим пищеварительным трактом. Ну, кстати, и челюсть у них все-таки чуть-чуть побольше, чем у нас. В последующем же появляются новые адаптивные типы. В тот момент, когда люди выходят из Африки, ну, еще, опять же, спустя там полмиллиона лет, и разбредаются по, в том числе, умеренной зоне, на уровне людей гидельбергских, где-то к полумиллиону лет, образуется уже, видимо, умеренный адаптивный тип, когда они становятся способны жить в умеренном климате, где иногда бывает зима, и даже снежок выпадает. А еще попозже наступают ледниковые периоды, ну, где-то 400 тысяч лет назад, вот самые первые, но там они еще все-таки на юге жили. А к вюрмскому оледенению это уже достигает такого радикального состояния, ну, в смысле, ледниковья. И люди параллельно расселяются на север, то есть ледники сдвигаются с севера на юг, люди сдвигаются с юга на север, и где-то они радостно встречаются. И, естественно, тут же возникает арктический адаптивный тип. Это неандертальцы, которые были весьма брутальны, очень широкого сложения, с укороченными ножками и ручками, с бочкообразной грудной клеткой, с очень большим тазом, ну, и все-таки максимально шаровидные. Но к нам это отношение имеет довольно косвенное. А наши предки всю дорогу сидели в Африке и имели тот самый тропический адаптивный тип. А потом, когда примерно 50-55 тысяч лет назад сапиенсы в очередной там 100-500 раз вышли из Африки, то тут же стали формироваться новые адаптивные типы, частично повторяющие старые, умеренные и арктические, ну, а частично какие-то прям-таки совсем уже новые. Ну и, собственно, среди современных людей выделяются несколько вот этих самых адаптивных типов. Сформировались они не в одно и то же время, по мере расселения сапиенсов на разные территории, но сейчас имеются все. И, наверное, еще есть какие-то такие, которых мы не особо-то и представляем, но где-то они там есть. По крайней мере изучены следующие. Тропический адаптивный тип характерен для тропических областей. Ну, прежде всего, это Африка, и в Юго-Восточной Азии, в Австралии там примерно все то же самое. Ну, там местами в Австралии, потому что Австралия большая, там по-разному. Тропический адаптивный тип приспособлен к постоянной жаре и постоянной влажности. То есть это такое сочетание, ну, для нас, северных жителей, довольно убийственное, а там это норма жизни. И более того, это базовая версия, к которой мы, в принципе, приспособлены жить. В таких условиях организм заточен под постоянный сброс тепла. То есть все время нужно с себя тепло скидывать. Это и строение каких-нибудь там синусов, твердой оболочки мозга, чтобы отводить температуру от мозга, и широкий нос, толстые губы, наступающие челюсти, то есть увеличенная ротовая полость. Ну, а самое главное, очень вытянутые пропорции тела. Узкие плечи, узкий таз, очень длинные тонкие ручки-ножки, но особенно ножки очень длинные, а толщина как раз укороченная, потому что чем ближе форма тела к палке, тем относительно больше площадь и совсем маленький объем. И при этом с этой сравнительно большой площади идет хорошее излучение энергии. Ну, а абсолютно-то площадь маленькая на самом деле, поэтому нагрев тоже небольшой, что особенно приятно. То есть нагревается немножко, остужается очень легко, очень здорово получается. Обмен веществ при этом низкий, ну, потому что большой он не нужен. Это особенно здорово видно, если сравнить, сколько едят тропические жители по сравнению с северными жителями. Ну, там разница прям такая заметная по объему. Ну, потому что телу не надо согреваться. Следующий вариант, видимо, довольно поздний, на самом деле, по происхождению, но географически очень близкий, это оридный адаптивный тип. Оридный адаптивный тип приспособлен к засухе. То есть это пустынный такой вариант. Это территория, допустим, нынешней Сахары, ну, дальше там местами в Азии, центральная в том числе Азия, и, скажем, центральная Австралия, где аборигена, вот центральная Австралия. Ну, где-то в Америке, все-таки, тоже там индейцев можно найти, но их там никто не изучал. Условия весьма специфические, потому что, с одной стороны, днем, скорее всего, будет очень жарко, ну, если это не Монголия, конечно, а ночью-то, может быть, прямо-таки довольно холодно. А самый-то, конечно, определяющий фактор, это очень маленькое количество воды. То есть пить нечего, воды очень мало. При этом все вот эти особенности тропического водоативного типа резко усиливаются. Телосложение становится еще более узким и вытянутым, обмен веществ становится еще более низким. То есть здесь уже рекорд. Все ниже и более вытянутых уже некуда. Ну и там другие всякие нюансы появляются. Например, в Южном Судане зафиксирована особая мутация, еще больше увеличивающая черноту кожи. То есть в тропиках темная кожа защищает от ультрафиолета, потому что много света, и можно рак кожи схлопотать. А темная кожа нормальная. А в Южном Судане есть мутация, которая делает кожу еще более черной, чтобы вот совсем уже было хорошо, потому что в пустыне там тенька-то вообще не найдешь. И по какой-то там таинственной географической причине, ну астрономической скорее, инсуляция подальше от экватора больше, чем собственно на экваторе. И это сказывается на форме лица. Лицо становится тоже как бы, ну ширина лица-то там любая может быть, но нос становится узкий, вытянутый, потому что задача не испарять воду. И губы становятся тонкие, потому что тоже задача не испарять воду. Ее нужно экономить. И вообще потоотделение резко снижается, хотя казалось бы, нужно остывать, как бы да, и через потоотделение мы предназначены это делать. Ну мы в тропиках исходно возникли, как такие весьма водозатратные существа, но в пустыне потеть чревато. Поэтому потоотделение резко снижается, удивительным образом. Ну а за счет вот этой супер вытянутости вполне себе осужение достигается. Дальше люди расселяются, и возникают более экзотические версии, в частности, умеренный адаптивный тип. Для нас может показаться, что умеренный адаптивный тип это самый банальный, но в мировом масштабе это такие экзотика, потому что умеренный климат называется-то умеренным, но с точки зрения нашей эволюции он вообще ни разу не умеренный. Нам положено жить в тропиках. А тут мы частично к нему приспособились, а частично не приспособились, иначе бы я тут в трех слоях шкурок не сидел. Потому что мы уже не можем так беззаботно жить, как раньше жили в Африке, а вынуждены приспосабливаться к холоду. Причем он все-таки не самый запредельный, может быть, этот самый холод, но быстро меняющийся. То есть то прям тепло, то холодно, ну и колебания там градусов 20, тем не менее, есть. Ну а в прошлом-то было даже и побольше вообще-то. Ну если это ледниковый период. Хорошо выраженные сезоны. То есть если раньше сезонов на экваторе не было вообще, ну непосредственно в тропиках, в узком смысле слова, там появляется сухой и влажный сезон, но они, как правило, тоже такие довольно невнятные, а тут прямо уже холодный и теплый сезон. Ну и, как правило, холодный он все-таки чуть посуше, теплый он чуть повлажнее, ну то есть влага-то выпадает и тогда, но зимой она в виде снега, и как-то она уже вроде не совсем еще и влага. И к этому не так легко приспособиться. Тем не менее, получается, что обмен веществ усиливается, ну не до предела, но все-таки заметно сильнее становится, а телосложение расширяется, ножки укорачиваются, туловище становится более широким, ну грудная клетка тоже побольше, чтобы сохранять тепло и его как-то более-менее сберегать. И уже на базе вот этого умеренного типа возникают следующие. В частности, очень такой экзотический, а может даже вообще чуть ли не самый поздний, высокогорный адаптивный тип. В высокогоре, очевидным образом, нехватка кислорода. На высоте больше двух-трех, ну на двух тысячах метрах там еще не сильно это заметно, а на трех заметно. На четырех прям вообще печалька. Но на четырех там мало кто живет, конечно, но тем не менее. Сроды меньше, ну и пусть, если так вот залезть куда-то на горку и спуститься, в принципе, там любой маломальски здоровый человек может, но другое дело там жить годами, прям с рождения. К тому же в горах все время какие-то непорядки с температурой и вообще погодой, потому что то очень жарко, то очень холодно, то какая-то туча прилетела, то вдруг зима наступила посреди лета. И все это меняется реально очень быстро и не строго по сезонам, а иногда прям сиюминутно. Более того, там в Асакогорье заметно больше ультрафиолета, такой специфический параметр появляется, можно сгореть, на самом деле, довольно основательно. И там часто смещенная минеральная составляющая воды, потому что каких-то элементов может быть оказаться очень много, а каких-то может оказаться слишком мало, то есть как-то вечный какой-то перекос, что тоже на обмене веществ заметно сказывается. В итоге эти самые высокогорные популяции имеют характерные особенности. Для начала у них тоже не очень высокий обмен веществ. Не сказать, чтобы он был маленький, то есть далеко никак тропический, но все-таки чуть поменьше в среднем, чем у умеренного адаптивного типа. И немножко замедлены все ростовые процессы. То есть в тропиках они идут очень быстро, а здесь они замедлены. И поэтому многие именно высокогорные популяции отличаются долголетием. Но тоже далеко не всегда. В Тибете, например, не отличаются. А в Андах, например, отличаются, но средняя продолжительность жизни при этом маленькая. То есть большинство помирает довольно быстро, но те, которые выживают, те до старости живут. На Кавказе там вопрос, потому что как традиционно считается, что это прямо центр долгожительства, но при ближайшем рассмотрении часто выясняется, что оно ненасколько мнимое. И что заявляемый возраст не соответствует строго паспортному. Но немало живут, уж точно не меньше, чем везде. И долгожители отдельно это есть 100%. А то, что период полового созревания и ростового скачка оттянут во времени, это точно совершенно. То есть это все довольно поздно происходит, по сравнению, опять же, с тропическим и даже умеренным типом. И при этом весь организм заточен под экономию кислорода, что, в частности, выражается в очень большой дыхательной системе, большой объем легких, очень мощная грудная клетка и чудесным образом в большом развитии мускульной массы. Потому что мускулатура, она, конечно, и тратит кислород по-своему, но это если ее напрягать. А если ее не слишком напрягать, ну а что ее напрягать-то зачем, то она все-таки сохраняет кислород и запасает его в определенном виде. И получается, что вот эти все высокогорные популяции очень такие коренастые, как правило, причем размер тела может быть разный. Там ванда, допустим, маленькие, да, где-то черногорцы какие-нибудь высоченные, тибетцы маленькие, там на Кавказе тоже некоторые группы очень высокие. То есть где как. Но при этом очень-таки широко сложные. Ну, за счет вот этой большой грудной клетки, широкие плечи, большая мускулатура. Неспроста. У нас, если посмотреть на список всяких чемпионов, всяких там борцов, тех тяжелоатлетов, штангистов, ну там как минимум половина с Кавказа, а может даже и больше. Ну и кто-то еще плюс там Средняя Азия, там Сапмира, какого-нибудь Таджикистана тоже там хватает. Потому что они от природы к этому предрасположены за счет повышенной мышечной массы. Но высокогорные варианты, они такие изолированные и еще надо думать по отдельным параметрам друг от друга довольно сильно отличаются. Дальше люди расселяясь попали в условия резкоконтинентального климата. Ну вообще на планете таких больших территорий на севере не так уж много. И резкоконтинентальный климат, он собственно есть у нас в Сибири и немножечко в Северной Америке, в Канаде. Но в Канаде там живет полтора индейца и они никем не изучены практически. А у нас в Сибири живет больше, чем полтора. И я, например, оттуда тоже родом, но я не континентальный адаптивный тип, потому что я-то умеренный, потому что я говорю, что адаптивные типы это врожденные свойства. А вот местное население, коренное, ну ивенки, например, или якуты, это прямо образец резкоконтинентального адаптивного типа. Ну вернее, адаптивный тип просто континентальный, а климат резкоконтинентальный. Ну вот, а про климат-то я знаю, потому что я в нем вырос. когда очень большие колебания температуры, влажности, вообще всё, что такое можно, в течение как суток, так и сезонов. То есть может быть такое, что ночью снег выпадает, а утром уже птички поют, а днём прям такие бабочки летают. И тут вот как бы иней, а тут уже насекомые. И всё это в течение нескольких часов. Опять же, летом жарище, жарче, чем в Африке, чем на экваторе. А зимой страшный мороз. Для местных жителей он не такой прямо и страшный, но достаточно существенный. Как в моём детстве, допустим, был такой замечательный способ определить, холодно ли на улице. Надо взять и зажать себе ноздри. И вот если ноздри сами с собой расходятся, значит тепло. А если смерзаются и не расходятся, значит холодно. Рекомендую, можете проверять. Ну и вот такие колебания, они уже, получается, ставят, ну такой затык в своём роде. Потому что невозможно понять, надо адаптироваться к холоду или к теплу. Плюс с водой тоже непорядок, потому что вся вода выливается где-нибудь в июне, а всё остальное время нету осадков. И тоже как бы с этим непонятно. Ну и адаптивный тип на это реагирует таким образом, что пропорции становятся ещё более укороченные. Коротенькие ножки, очень такое расширенное тело. Тоже круглая форма тела, по сути дела. И повышенный обмен веществ. Ещё выше, чем у умеренного. Но при этом повышенное жиротложение. Ну потенциально, по крайней мере, если человек нормально кормить. Потому что жировая прослойка, она одинаково хорошо спасает и от холода, и от тепла. То есть теплоизоляция, она в обе стороны работает. Поэтому если местного какого-нибудь аборигена хорошо откармливать, он прям круглеет на глазах. Кормите аборигенов. Стало быть, последний вариант. Это арктический адаптивный тип. До него своим ходом дошли когда-то ещё раньше неандертельцы, а потом ещё и сапиенсы. Но это самый уже такой экстремальный на краю земли. И самые лучшие примеры – это чукчи и эскимосы. Ну а также корейки и тельмены. Ну и в самом севере Европы тоже самое, например, ну немножечко шведы-норвежцы, но там уже скорее как бы он умеренный, нежели арктический, потому что там гольстрим. А вот чукчи и эскимосы – это образец, идеал. Факторы среды – вечный холод. Всё лето укладывается там в две недели, и там тоже не так уж прямо и тепло. Всё время надо ходить в одежде. Влажность, в отличие от резкоконтинентального, 100%, потому что у нас так планета сделана, что это всё арктическое побережье. Влажность всегда большая. Очень сильный ветер, очень холодный, приводит к ветровой гипоксии, когда дыхание перехватывает от этого ветра. И получается такое подобие даже воскогорности. Хотя это всё на берегу моря происходит, то есть уровень-то нулевой. Но за счёт того, что дыхание всё время прерывается, приходится адаптироваться к гипоксии. И в таких условиях адаптивный тип становится ещё более шарообразным. То есть здесь уже совсем мощный. Жиротложение пониженное, потому что бесполезно его запасать, этот жир. То есть если кормить, конечно, его разнесёт. Но в текущем моменте жиротложения практически нет. Всё уходит на сугрев. А мускулатура очень хорошо развита, потому что мускулатура ещё и тепло выделяет при сокращении. Ну даже при тоническом. Это прям печка здоровская. И морозоустойчивость фантастическая. То есть эти эскимосы способны питаться снегом. Ну там пить воду – это горячо как-то, да. А вот снег есть – это нормально. Строить иглу и жить в них при нулевой практически температуре или там минус пяти, да хоть бы даже и плюс пяти, но в раздетом состоянии, там голыми практически целиком, ну или как минимум по пояс. Вот прямо на снегу можно лежать, вообще ничего не делается. Ну то есть этот человек – печка получается. Очень быстрый обмен веществ приводит к ускоренному темпу жизни. Укороченное детство, раннее половое созревание и, к великому сожалению, и укороченная продолжительность жизни. Ну потому что организм успевает сгореть. Ну особенно если вести себя не очень хорошо. Если водку пьянствовать, например, не пьянствуйте водку. Особенно если вы эскимос. Ну и если не эскимос, то тоже не надо. Но всегда стоит помнить, что при всех вот этих вот вариантах на самом деле разница не такая уж большая. Стоит всегда помнить, что все эти адаптивные типы складывались давно. То есть это было там тысячи лет назад. А современные условия уже не те. И к современным условиям, как я уже говорил, мы приспособимся чуток погодя. И нет сомнений, что в будущем появятся новые адаптивные типы. Какой-нибудь там офисный адаптивный тип. Строительный, да, кассирный, ученые, сидящие на стульчике. Вот с такой вот задницей. С очень низким обменом веществ внизу. С очень высоким наверху. Ну что-то такое, наверное, сильно экзотическое. Но это будет чуток погодя. А пока этого не произошло, слава тебе господи, пишите комментарии, к какому адаптивному типу относитесь вы. Насколько вы приспособлены к окружающей среде. Что вам не нравится. И что стоит еще поменять. И в окружающей среде, и самое главное в себе. Не бойтесь меняться. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Если я все наврал и перепутал, ставьте, конечно же, дизлайки. Может быть, вы знаете какие-то новые адаптивные типы, которые я не упомянул. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там вас ждет еще масса всего интересного.